Директор ООО «Гео-Салют» расскажет о том, как беспилотник может помочь аграриям. Что это? Поможете, дорогая девушка? Добрый день всем присутствующим. Поговорим немножко о высоком, в прямом смысле этого слова, о методах точного земледелия в сельском хозяйстве. Наверное, многие тут уже используют, кто-то планирует это все дело использовать. И сегодня я хотел рассказать вам о применении беспилотников. Эта тема звучит со всех экранов уже страны, от первых лиц в нашем государстве, применение таких технологий, в том числе в сельском хозяйстве. Для сельского хозяйства такая технология, на Западе считается уманой небесной и очень-очень полезной вещью. Наконец-то это все здесь у нас дело разрешено, и можно это все дело использовать. Ну вот здесь вот методы точного земледелия, кроме беспилотной технологии, космических снимков, включая в себя еще точное земледелие в виде систем параллельного вождения, системы ГЛОНАСС. Это сейчас внедряется по всей стране, в том числе и в сельском хозяйстве. Ну здесь небольшая схема, как это все может использоваться непосредственно в сельскохозяйственном предприятии. То есть все дело планирования полета, обработка данных, создание индексов тематических карт, использование это все дело в файлах для загрузки на сельскохозяйственную технику. И дальше уже контроль. И все это дело идет, в общем-то, по кругу. Все это дело по кругу, это дает фермеру, аграре точную информацию о том, что происходит на поле в данный конкретный момент. Потому что шагами много и не пройдешь, а с неба видно все. Это вот возможность беспилотника на разных этапах применения. Запашка, схожесть, рост, борьба с огняками, борьба урожая. На всех этапах может применяться современная беспилотная авиация. Вот несколько практических примеров, чтобы сократить вступление. Это вот полосатость, да, можно определять, где как что неправильно засеяно. И посмотреть, например, вот равномерное поле. Общий обзор состояния полей. С края поля обычно такие места никогда не видно. Космические снимки, они сейчас либо недоступны, либо плохого разрешения, либо плохая погода. И, в общем, снимок опять же недоступен. Запуск беспилотника позволяет выявить вот такие вот области. Ну, с угнетенной растительностью в данном случае. И по результатам этого облета применить достаточно быстро какие-то эффективные методы для устражения этих недостатков. Ну, вот агротехнические мероприятия, которые были проведены на некоторых полях. И можно выявить брак в сделанной работе. Эрозия почв. Можно не только просматривать, где непосредственно проблемные участки, но и прогнозировать развитие событий на будущие годы. Куда это все будет распространяться и также применить какие-то методы, какую-то реакцию. Контуры полей, общий вид полей. Это у кого-то не поставлено, что на кадастр, где это все в кадастре можно применять. Ну, в общем, тоже имеет место для использования. Угнетенная растительность. Ну, с неба видно все. В общем, тут никуда не деться от этого. И где ромают кукурузу, да? Ну, да. Ну, опять же. Ну, и реальные границы полей. То есть, в красном выделено то, что на кадастровом учете стоит. А, соответственно, голубенькая граница – это то, что непосредственно обрабатывает сам ограде. И, в общем-то, видно то, что недоработанная территория. Хотя за кадастр, в общем-то, деньги уплачены. Визуальный процесс за уборку урожая, пожалуйста, можно организовывать с помощью беспилотников. Непосредственно следить за механизаторами. Опять же, это система безопасности для некоторых компаний. Мы решали такую задачу, что уже левые рейсы, не те машины, не туда сгрузка и так далее. Ну, вот это беспилотники бывают нескольких типов. Это коптерного типа для небольших локальных площадей. Самолеты малого типа – это вот когда непосредственно фермеры буквально сами могут его использовать, там, либо агрономы, либо назначенные на это люди. Обучение занимает буквально пару дней, используя вот таких вот малых аппаратов. И большие беспилотники самолётного типа – это большие, с долгим временем налёта. Этот беспилотник летает порядка четырёх часов, может оснащаться несколькими полезными нагрузками фото-, видеокамерой, тепловизионной камерой, мультиспектральной камерой, актуальной для сельского хозяйства. Может внести сразу несколько полезных нагрузок. Но это более серьёзные системы, это требует отдельного отделения людей, которые бы занимались всем этим, ну, отдельного экипажа, скажем так. Ну, это вот перспективы. Это уже беспилотная сельскохозяйственная техника появилась. Она оснащена, ну, там, и лазерными станирующими системами, и видеонаблюдением, и интеллектуальной системой управления. Ну, и вот здесь такие вот цифры, которые мы позаимствовали у наших западных коллег, которые говорят о том, что сколько вот в России приходит, ну, и сколько вообще во всех странах, более-менее развитых, приходится на одного занятого сельского хозяйства, и какой объём производства на одного занятого сельского хозяйства. Ваша страна, как видите, не на первых местах, и, в общем, нам есть куда с вами расти. Перспективы очень-очень большие. Я не знаю, там, конечно, что в Дании выращивают с Нидерландами, что такие высокие доходы, наверное. Мы тоже подозреваем, но не будем застрять на этом внимании. Ну, в целом... Назовите цифру, пожалуйста. В России 25 гектаров на одного занятого сельского хозяйства, и доходность, это, ну, одна тысяча евро, это 60 тысяч рублей получили. На одного работающего? Да. На одного занятого сельском хозяйстве. На одного. А кто вы считаете, что это занят в сельском хозяйстве? Это объём производства. Выручка. Нет, кто занят в сельском хозяйстве? Я говорю, работающий или как понимать это? Мы предполагаем, что это всё-таки именно количество работающих в процессе. Конечно, это не просто количество директоров, а всё-таки количество сотрудников непосредственно работающих. Эти две цифры неясны вообще. Ни по деньгам, ни по людям. Ну, вот... Как-то тоже я не понимаю. Они, эти цифры, по заинственному наших западных коллег, они считают, что расклад вот такой. На данном моменте дискредитен. Вполне важно. Ну, наша компания входит в группу компаний, в которую входят также разработчики пилотных систем, разработчики программного обеспечения, и вот недавно в этой работе мы по созданию компании Девка разработали систему для автоматического подсчёта голов подсолохов на поле после аэрофотосъёмки. Вышли на неплохую погрешность в 5%. В связи с недостатком статистики, ну, мы думаем, улучшим, наверное, эту погрешность где-то до 2-3% в плане. Так что мы стоим на месте, мы и западные технологии адаптируем к нашим задачам, и сами движемся вперёд. Так что, если кому интересно, пожалуйста, моя презентация, контакты. В розаточных материалах есть там наш буклетик с популярным беспилотником. Поэтому обращайтесь. Спасибо. Спасибо, Сергей Борисович. Мы будем завершать...